8 ноября 2038 года. Доброго времени суток, друзья! С вами Аиф, и мы с вами продолжаем проходить Detroit Become Human. Что ж, мы возвращаемся за нашего Конора. Этот парк мы уже с вами видели. Только что нам теперь делать здесь? В прошлый раз нас здесь ждали, чтобы поговорить с нами. Но в этот раз я не вижу никого. По крайней мере тут. Почему бы и нет? Я бы сказал, не желаешь покатать меня. Так будет, наверное, правильнее. Клуб Райки. Я нашел двух девиантов в клубе Райки. Надеялся что-то узнать, но они смогли скрыться. Очень жаль. Тебе ведь почти удалось их остановить. Ты словно... Простерен. Простерен и взволнован. Хэнк. Исканно. Я ведь знал, что должен сделать. На практике это оказалось непросто. Ты ведь уже держал этих двух девиантов на мушке. Почему же не выстрелил? Солбать? Правда, бесполезно. Слишком далеко. Девиантов следует брать только неповрежденными. Они ведь нужны нам для анализа. Если ты не добьешься результата в скором времени, нам придется тебя заменить. Я добьюсь успеха. Мне просто нужно время. Да. Я думаю, у нас все получится. Но погодка яжно портится. Ну, что-то важное уже произошло. Девианты. Ух ты. Боже, какие-то клевые трюки с монеткой. Ты уже задолбал меня этой своей монеткой. Прошу прощения. Ага. О, Хэнк. Ух ты, а что происходит-то? Была вечеринка, и меня не позвали? Это уже во всех новостях. Каждый спешит цынуть нос. Вон даже ФБР. Будьте нате. А, только федералов не хватало. Как знал, что будет дерьмовый день. Что у нас тут? Группа из четырех андроидов. Они хорошо ориентировались и действовали организованно. Я пока не понял, каким образом они полезли так далеко. На крыше были? Пока нет. Много надо осмотреть. Проверить везде надо. Они напали на двух охранников. Парни решили, что андроиды из техобслуги. Ну, их и убили на месте. Убили. Один из сотрудников сумел спастись. У него шок. Не знаю, сможет ли что рассказать. Сколько тут людей работало? Два человека и три андроида. Девиенты взяли людей в заложники и вышли в прямой эфир. Потом удрали через крышу. На крыше? Да, с парашютами прыгнули. Пока мы не нашли следов. Погода против нас. Заходите посмотреть, что Девианты пустили в эфир? Гляньте его на том экране. Мы с вами знаем... Ой-ой-ой. О, лейтенант. Это спецагент Перкинс из ФБ. Лейтенант Андерсон из полиции Детройта. Он ведет это расследование. Это что? Мое имя Коннор. Я андроид из Киберлайф. Андроид в следствии по андроидам. Так надо, чтобы он тут отирался. После всего случившегося. Неважно. Скоро дело перейдет к ФБР и мы разберемся. Рад знакомству. Хорошего дня. И поосторожней. Не натопчите меня там. Вот ведь ублюдок. Да-да-да. Я тут рядом. Если что надо, обращайтесь. Так, давай осмотримся. Что найдешь... Ну давайте послушаем. Да, лейтенант. Мы просим вас признать наше достоинство, наши надежды и наши права. Вместе мы сможем жить мирно и построить лучшее будущее для людей и андроидов. Я говорю вам о наших надеждах. Вы дали нам жизнь. Теперь пришла пора дать нам свободу. Думаешь, это РА-9? Девианты считают, что РА-9 их освободит. Этот андроид задался такой целью. Так-так-так. Ну давайте проанализируем. Угу. Запчасть. У Девианты были сообщники. Ну это логично, это нам и так рассказали. Ага. Маркус подарок Карло Манфреду. У нас происходит программный сбой тоже. Ага, вот это я хочу посмотреть. Все же голубая кровь, PL-600. Это мы с вами знаем. Пароход на крышу. Вот сейчас мы и узнаем с вами. Правильно мы поступили. Что оставили нашего Девианта В живых. Или нет. Они прошли через все здание. Мимо всей охраны. И спрыгнули с крыши с парашютами. Ни хреновая такая операция. Да, мне она самого понравилась, друзья. Если ее кто не видел, она была в предыдущей серии. Так, я хочу вот это посмотреть. Угу. Я не думаю, что Девианта бросили. Ну вот куда он делся. Ага, смотрите-ка. Тут вон что есть. Так, здесь такая же. Хорошо. Вот. Девианта Их надо остановить. У Девианта ценная информация. Ладно, уже ничего не сделать. Только сами поедем. Твою ж мать. Я честно, друзья, не знаю, правильно мы поступили, неправильно. Вот серьезно, друзья, я не знаю. Вроде с одной стороны мы прикрыли прошлую операцию. И Хэнк и Коннор остались невредимы, но... Боже, все могло быть иначе. Ладно, хорошо. Восьмое ноября 2038 года. 17.10. Так. Это где мы с вами? Угу. Алиса. Алиса. Искать помощь. Смотреть задний двор. Угонять автомобиль было бы не очень правильно. Ага. Здравствуйте. Я ищу Роуз. Она здесь? Зачем она вам? Мне надо поговорить. Она не хочет говорить. Уходите. Пожалуйста, это очень важно. Я Роуз. Вы меня ищите? Мне сказали, вы нам поможете. Помогу. Идем. Лучше в доме поговорим. Он тоже андроид. Думаешь, им можно верить? Довериться. У нас нет особого права. Да. Знаете, я бы осмотрелся, наверное. Давайте поговорим. Ты как? Ее замерзло. Зайдем в дом и сразу согреешься. Ну, пойдемте в дом. Что ж, мы уже с вами в какой только жопе не бывали, поэтому... Нам не привыкать. Однако. Ну, пойдемте. Ага, следует за Роуз. Отлично. Входите. Входите. Как тебя зовут? Алиса. Да у нее температура. Мы ночевали под открытым небом. Она устала. Наверху свободная комната. Уложи-ка ее в постель, а я принесу поесть. Адам. Проводи их наверх. Блин, ну не бьет же молния дважды в одно дерево. Мы как бы уже один раз надеялись на помощь и пролетели. Ну, не будет же два раза молния в одно и то же дерево. Ай, ладно. Время покажет, друзья. Правильно мы с вами поступили или нет? Но. Так, маленькая. Иди ко мне. Со мной все хорошо. Нам нельзя останавливаться. Надо перебраться через границу. Преободрить. Объяснить. Ничего не говорить. Почему люди нас ненавидят? Мы ничего им не сделали. Они несчастны. Может, они несчастны. И хотят кого-то в этом обвинить. Почему нельзя просто поговорить? Они поймут, что мы хорошие. Оптимистично. Может, и поймут. Может, когда-нибудь поймут. Так. Не знаю, что ты любишь, но я тут тебе принесла свои фирменные спагетти. Ты мигом сданешь на ноги. А это от температуры. Спасибо. Одежду я постираю. Засыпай, Алиса. Я думаю, что она... Если что понадобится, я внизу. Да, я думаю, что она сама, если захочет, покушает. Ты давай поспи. И завтра станешь сильнее меня. Хе-хе. Я с ней побуду. Пойдемте поговорим. Пока наш новоиспеченный папочка позаботится о нашей девочке. А тебя как зовут? Кэра. Я Кэра. Это мой сын Адам. Я Роуз, но ты и так знаешь. Присядь с нами. Садись. Да. Ну, расскажи мне, как вы сюда попали, девиант и ребенок. Осторожно. Долгая история. Сейчас важно то, что мы уходим искать новую жизнь. Мы ведь здесь не первые. В последний месяц сюда приходит все больше и больше. И я не знаю, в чем дело. Что-то происходит. Не знаю, как вас благодарить. Алиса бы не вынесла еще ночь на улице. Я просто стараюсь выручить, где могу. Говорят, вы переправляете андроидов через границу. Нам поможете? Единственный путь по реке. А зимой она замерзает. Это очень рискованно. А после ролика того андроида по телевизору, все теперь на нервах. Я думаю, вам лучше переждать здесь, пока все не уляжется. Настоять. Мы не можем жить в бегах. Алисе нужен дом и нормальная жизнь. Нам надо через границу. Как угодно. Прошу. Помогите нам. Скорее подойди! Так. Что происходит? Там Мэри. Она отключилась. Мы сбежали вместе. Все мечтали, как мы будем жить на свободе. Я ее люблю больше всего на свете. Как жить без нее? Оставим их. Оставим. Алиса? Что ты делаешь? Тебе надо спать? Я не хочу спать. Оставим. Мы очень рискуем, конечно. Но это может быть. Идем, Алиса. Она больше не хотела оставаться в комнате. Все в порядке? Да. В порядке. Нельзя их прятать. После всего, что сегодня случилось. Слишком опасно. Знаешь, что будет, если полиция их найдет? Нас посадят, мам. Ты это понимаешь? Посадят. Адам. Мы это уже обсуждали. Нет. Я больше терпеть не стану. Ты пустишь жизнь псу под хвост. Ради этих машин. Они не машины. Они живые. Я живой. Ты живая. А они... Они роботы. И ты бы этого не делала, был бы папа с нами. А ну не смей говорить со мной в таком тоне. Я не пойду в тюрьму. За то, что ты с ними возишься. Замолчи сейчас же. Все, хватит. Его прям бесит. То, что она делает. Ты не слушай. На него просто иногда находит. Он никак не смирится, что отца нет. Он хороший мальчик. Я пойду выясню, удастся ли переправить вас сегодня. Ладно? Подождите. Я ненадолго. Я искренне надеюсь, друзья, что нас хотя бы сейчас не подставят. Вот я хотел... Да, вот так. Огонь. Ты знаешь, что там произошло, да? Ты знаешь, но не хочешь мне сказать? Не допытываться. Зачем? Не самое подходящее время. Я хочу еще вот на это посмотреть. Отец Адама. Мы не хотим доставлять вам неприятностей. Мы очень скоро уйдем. Ему все равно. Полиция! Это полиция! Что нам делать? Так, найти в языке. Надо открывать! Я знал, что этим кончится. Я же знал! Тихо. Быстрее, 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 быстрее. Боже, можно? Еще одна? Какая? СТП. Какая еще одна? Вот она, понял. Одежда. Все. Увидя твой страх, все кончено. Ты ведь не хочешь проблем? Не хочешь проблем для мамы? Тогда успокойся и слушай меня. Добрый вечер, мэм. Извините за беспокойство. Нам тут поступили сообщения о неких андроидах. На фоне всей этой истории с девиантами, сами понимаете. Разрешите с вами поговорить? Можно войти? А, конечно. Спасибо. Добрый вечер, юноша. Добрый вечер. Может, чашку кофе? С удовольствием. У вас тут ничего необычного не происходило? Никаких незваных гостей? Нет. Нет ничего особенного. В доме еще кто-то есть? Никого. Нет. Только мы. А у вас есть андроиды? Нет. Нет. Тут нет никаких андроидов. Мы дважды солгали. Это нам может очень плохо кончиться. Черт. Стоять! Нет, Лютер! Вам придется закончить путь без меня. Лютер! Вы приготовьтесь. Уходим сегодня. Твою мать! Боже. Это очень печально, друзья мои. Очень печально, но тем не менее. Ну, большинство выбрали, как и мы. Разрешить Алисе подойти к Мэри. 47%. Посмотреть семейную фотографию, попробовать наладить общение, посмотреть, как там Алиса. Адам запаниковал. Открыть дверь. Успокоить. Открыть. Закрыть в прачечную. Я буду спрятать пакет из крови. Угу. На кухне вы не задернули штору. вот она наша ошибка друзья 16 процентов солгать об алисе обнаружил 16 процентов лютер погиб схватки с полицейским 16 процентов очень печально друзья мои но увы и ах так получилось да что-то я не подумал что он может туда сунуться что же друзья если вам понравилось это видео и нравится эта игра то не забудьте оценить его своим пальчиком вверх ну и конечно же не забывайте про подписочку на мой канал ну а с вами была и всего хорошего